Футбольный турнир «Удар в девятку» в муниципалитете стал уже традиционным. И с каждым разом увеличивается число юных спортсменов, желающих принять в нем участие. В этом году на поле стадиона «Металлург» вышли 24 команды из образовательных учреждений Ленинского городского округа. Мы очень рады, что спортом у нас в районе занимаются все больше и больше жителей, и особенно дети, подростки, молодежь. Нам очень приятно, и мы гордимся результатами наших спортсменов. Соревнования проходят в рамках областной антинаркотической акции. Посыл данного турнира прост. Наши дети зачастую предоставлены себе, и мы хотели бы забрать их с улицы, хотели бы привить им спортивные навыки, чтобы они развивались. Так как сентябрь у нас посвящен антинаркотической тематике в Московской области, поэтому мы и решили приурочить как раз «Удар в девятку» этот турнир к этой тематике. Для многих ребят турнир «Удар в девятку» – это отличный шанс продемонстрировать свой талант. Учащийся видновской школы номер один Тимофей Колесников занимается спортом уже более шести лет и мечтает стать профессиональным футболистом. Я вот понял, что это мой смысл жизни, что сейчас футбол – это очень продвинутый вид спорта, и можно как бы получить, достигнуть таких великих побед. Юные футболисты соревновались в двух возрастных группах. В каждом возрасте 12 команд. 12 команд, определенные на три группы, на четыре группы, по три команды в каждой. Матч проходит 15 минут игра, но определяются победители в группах, они потом выходят в полуфинал в каждом возрасте. Все участники турнира серьезно подошли к подготовке, тренировались почти каждый день. У команды из Мисайловской школы совсем недавно появилось свое футбольное поле, где теперь можно оттачивать мастерство. Нам про турнир рассказал наш учитель по физкультуре. Мы тренировались, когда еще оставалось 2-1 неделя, мы начали тренироваться. Все настроены на победу, надеемся, что выиграем. Построены пришкольные стадионы за последние годы, это тоже позволило развить, еще дать дополнительный толчок в спорте. И сейчас интерес, он все время увеличивается. Сейчас приведу пример, мы начинали удары в девятку 5 лет, это было там 8 команд, и участников было 150 человек. Сейчас это уже более 500 человек ежегодно, и все проявляют огромный интерес. Как только мы говорим о том, что мы будем проводить турнир удары в девятку, места заполняются буквально за два дня. Победителями в своих возрастных категориях стали команды из Видновской гимназии и школы совхоза имени Ленина. Этот турнир такой более социальный, чем именно спортивный, потому что здесь мы приветствуем уже на протяжении 6-й год. Любой игрок, любой ученик школы может играть, независимо, где он, с дюшорой, не в дюшори, в СССР, в Динамо, в торпеду занимается. Любит играть в футбол, должен отстаивать честь школы. По итогам соревнований также отметили и лучших игроков турнира «Удар в девятку». Ими стали Михаил Клочков и Тимур Гулиев. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.